Существуют различные стандарты и рекомендации относительно необходимой площади на одну курицу-несушку при клеточном содержании и при напольном. На эту тему проводятся исследования и каждый создатель кросса, а также разные страны, приводит свои рекомендации. Ранее я рассматривал этот вопрос с точки зрения гигиены животных, а также поделился личным опытом. К сожалению, для первого случая данные были недостаточно корректными, а личный опыт все же остается личным. К тому же я говорил только о клеточном содержании. Для начала рассмотрим руководство по содержанию наиболее популярных яичных кроссов. Highline, США. 432, 555 квадратных сантиметров на голову при клеточном содержании. Также приводятся рекомендации ЕС для колониальной системы. Это тоже клетки, но они больше. В одной такой клетке содержится от 40 до 100 кур, и в них могут быть насесты, а также ящики с сеном для откладки яиц. Так вот, для колониальных клеток предлагается 750 квадратных сантиметров на голову из расчета общей площади, или 600 полезной площади, то есть с учетом ящиков. Здесь есть некая путаница. Так клетки с ящиками и гнездами иногда выделяются в отдельный вид, название которого я затрудняюсь перевести. Что-то вроде оборудованных или обставленных клеток. А колониальная система может их не предусматривать вовсе. Ломан, Германия. 6-8 голов на квадратный метр при напольном содержании. 475,540 квадратных сантиметров на голову при клеточном. Все четко и ясно. Хайсекс, Голландия. Здесь повторяется ситуация моего предыдущего видео на эту тему. Рекомендации приводятся только до 17-недельного возраста. В этом возрасте куры, как правило, уже достигают взрослого размера. В то же время данная таблица приведена в разделе «Период выращивания» под разделе от 4 до 16 недель. Причем далее идет раздел «Продуктивный период», в котором плотность посадки вообще не рассматривается. При напольном содержании рекомендуется 10 кур на квадратный метр. При жарком климате – 9. При клеточном содержании – 350 квадратных сантиметров на голову. Здесь есть еще одна особенность. В столбце клетки присутствуют и другие данные, которые в точности повторяют данные столбца напольное содержание. В пересчете получаем 1000 квадратных сантиметров на голову. 1000 и 350 отличаются почти в три раза. Есть рекомендации на русском, однако следует отметить, что перевод выполнен небрежно. Хотя чешские относятся к славянской группе. Казалось бы, если американцы и немцы сделали качественные переводы, почему бы и чехам не сделать? Ну да ладно, это не страшно. Зато данные приводятся вплоть до 78-ми недельного возраста. Получается 400-500 квадратных сантиметров на голову при клеточном содержании и 5-7 голов на квадратный метр при напольном. В то же время мы видим, что для 16-17 недельного возраста рекомендации почти такие же – 400 квадратных сантиметров на голову при клеточном содержании. То есть выше рассмотренные рекомендации HISEX вероятнее всего подходят и для кур в период продуктивности. Теперь рассмотрим стандарты разных стран для клеточного содержания. Рекомендации США и ЕС мы уже рассмотрели. Руководство по содержанию кросса Highline отталкивается именно от них. Австралия. В этой стране есть несколько нормативных документов, регламентирующих содержание кур. Однако ни в одном из них точных цифр не приводится. Вкратце, просто предлагается создать курам комфортные условия. Есть стандарт, который не поддерживает клеточное содержание батарейного типа вообще. Видимо, в связи с этой путаницей существует руководство от 2016 года, в котором просто приводятся рекомендации других стран. Новая Зеландия. 550 квадратных сантиметров на голову. При колониальной системе 750 квадратных сантиметров на голову или 13 кур, на квадратный метр. Канада. Минимум 432 квадратных сантиметра для белых кур и 484 для коричневых. Для колониальной системы с так называемыми в Канаде обогащенными клетками 750 квадратных сантиметров на голову из расчета общей площади или 600 с учетом ящиков гнезд. При том, что колониальные клетки в Канаде включают гнезда, у них есть еще третий тип клеток. Для оборудованных клеток 580,6 квадратных сантиметров на голову. Чем они в Канаде отличаются от колониальных, я так и не понял. По-видимому, все идет к тому, чтобы оставить только колониальную систему с оборудованными гнездами-клетками. Остальные два типа устаревают. Как я понял, в Европе такая же тенденция. Колониальная система стремится создать максимально комфортные условия для несушек, насколько это возможно при клеточном содержании. Однако мы видим, что ни в одном из рассмотренных европейских руководств по содержанию кроссов вообще не приводятся нормы для колониальной системы. Например, мне достоверно известно, что в Голландии все еще широко используются клетки батарейного типа. От себя могу сказать, что я пытался размещать ящики с соломой в клетках. Куры туда заходили просто так и гадили там, а через один-два часа вся солома оказывалась снаружи. При этом яйца они все равно несли снаружи. Скорее всего, это связано с недостаточностью площади. Однако для большинства людей, которые не собираются разводить огромное количество несушек в коммерческих целях, сооружение клетки колониального типа с вместимостью от 40 голов может быть весьма проблематичным. Мне, например, для этого придется строить новое здание, большей площади. Это при том, что я никогда не содержу 40 кур и даже 30. А площадь, приходящаяся на одну голову, в моих клетках больше 750 квадратных сантиметров. В то же время на улице лишь некоторая часть кур стремится нести яйца в укромных местах. Большинство же несут их на открытых местах. В случае с некроссовыми курами гнездовая система работает намного лучше. Однако, большинство таких кур в принципе плохо приспособлены для клеточного содержания. Поэтому гнезда расположены в сараях. Или яйца приходится искать по всей территории. Насесты кроссовых кур тоже интересуют гораздо меньше, чем некроссовых. Продолжение следует...